Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Сушков Сергей Владимирович. Я являюсь заведующим кафедрой теории относительности и гравитации Института физики Казанского университета. И сегодня я выступаю перед вами с лекцией, научно-популярной лекцией в рамках цикла научно-популярных лекций, которые дает Институт физики. Моя сегодняшняя лекция будет посвящена к космосу. Мы сейчас поговорим о первом слайде. Я сам называю свою лекцию, у нее есть название, я ее называю «Музыка сфер». Почему это называется «Музыка сфер» мы чуть-чуть услышим. Хочу сказать, что в Институте физики есть кафедра теории относительности и гравитации. Ее специализация – это изучение свойств пространства и времени, в котором мы живем, свойств Вселенной. Но кроме этого, есть еще одна кафедра, которая также изучает космос. Это кафедра астрономии. То есть у нас в Институте физики наука, которая изучает космические объекты, космос, Вселенную в целом, звезды, планеты и так далее, представлена очень хорошо. Сегодняшняя лекция будет действительно научно-популярная. Я сам рассматриваю эту лекцию как, может быть, первую лекцию в цикле лекций, которые я хотел бы сделать. И сегодняшняя лекция посвящена самому такому общему обзору Вселенной, в которой мы живем, миру, в котором мы живем. Как устроен наш мир в таких масштабах астрономических и космологических. Ну и предваряю я нашу лекцию вот видите строками, которые, наверное, вам хорошо известны. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Это строки из стихотворения Михаила Васильевича Ломоносова. Стихотворение называется «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае северного сияния». И стихотворение действительно очень большое, я его все читать не буду, но, может быть, вы заинтересуетесь и сами прочитаете стихотворение, найдете в интернете и прочитаете. Но строки очень красивые, очень поэтичные и в точности отражают вот те чувства, которые мы испытываем, глядя на небо. Но я хочу сказать, что, наверное, как только человек почувствовал себя каким-то отдельным от природы, наверное, уже с этого момента стал смотреть на небо и размышлять, что его окружает, и пытаться понять какие-то законы. Ну и просто невозможно не смотреть на небо, конечно. И отчасти поэтому астрономия и какие-то такие науки, связанные с ней, являются самыми, наверное, древними науками. И потому что законы движения звезд всегда волновали людей и нужны были для практических целей. Об этом можно говорить очень много, но, конечно, историческую часть я пропускаю, даю только краткий экскурс истории того, как формировались представления о устройстве вообще нашего мира. Ну и начну с античной и средневековой космографии. И начну именно с Древней Греции. Ну, как известно, в Древней Греции есть все. И в Древней Греции, конечно, это колыбель научных знаний вообще человеческой цивилизации. И очень многие представления зародились в Древней Греции и затем были переданы уже дальше. Вот здесь есть несколько имен, я коротко об этом скажу. Пифагор, все мы знаем теорему Пифагора, но на самом деле Пифагор был очень крупный мыслитель, и он был создателем большой школы. Вообще эта школа была мистическая и в основе вот этой школы лежало число. То есть эта школа обождествляла, можно сказать, современным языком число и число было в основе мира. И поэтому числовые закономерности в этой школе исследовались и изучались везде, 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 где только можно. Ну, например, Пифагор считается создателем музыки, музыкальных ладов и так далее, и так далее. Ну, а что касается устройства небесной сферы, здесь в пифагорейской школе было развито представление о том, что Земля находится в центре мира, это геоцентрическая система мира, так называемая. А видимые небесные тела, они располагаются на концентрических сферах. К видимым телам что относилось на тот момент? Солнце, Луна, планеты, какие планеты, вот я задам вопрос в аудиторию, может быть, вы скажете, какие планеты наблюдаются невооруженным глазом. Ну, это Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Ну, и кроме того, конечно, звезды. Звезды, которые движутся по своим законам. Ну, и вот все эти космические тела, каждая находилась на своей сфере, звезды находились на внешней сфере всегда, и музыка сферы или гармония сфер, есть такое устойчивое выражение, это выражение пришло к нам именно от пифагора, потому что мир, вот это устройство, геоцентрическое устройство, геоцентрическая система мира в пифагорейском представлении представлялось собой очень гармоничным устройством. Между сферами были интервалы, которые совпадали с музыкальными интервалами, и считалось, что эти сферы не просто как-то вращаются, а они звучат, и действительно есть музыка сфер, гармоничная музыка сфер. И почему мы не слышим музыку сфер? Да потому что, как это иногда бывает, нас окружает шум какой-то жизненный, и мы не слышим этой гармонии. И для того, чтобы услышать гармонию, надо себя приготовить, надо напрячься, и тогда вы услышите музыку сфер. Ну вот я и призываю вас, значит, услышать эту музыку сфер, хотя, конечно, сейчас представление пифагорейский совсем уже не соответствует тому, что мы знаем о мире, но музыка сфер, она, и музыка гармония сфер, она, конечно, осталась с нами. Ну, следующее имя такое знаменитое и великое – это Аристотель, и Аристотель развил геоцентрическую систему и немножечко ее расширил. Но, что важно, Аристотель попытался объяснить природу движения, почему вообще все движется, почему мы видим движение сфер. Ну и для дальнейшего важно, что Аристотель считал, что все сферы движутся благодаря, одна сфера движет другую. Ну вот внешняя сфера, внешняя сфера, на которой находятся звезды, движение этой сферы происходит за счет первого двигателя, так называемого. Ну и в Средние века понятно, что первый двигатель был отождествлен с Божественным Духом, с Богом, поэтому эта теория, она долгое время, в Средние века главенствовала. Птолемей, ну, вы видите, годы жизни, Птолемей – это уже наша эра, он жил много позже Аристотеля. Но идеи Аристотеля, они стали просто всеобъемлющими. А Птолемей, так же, как и Евклид, написал труд, который известен как Альмагест. Вообще, это длинное название в этой книге, и там латинские слова, которые «маджестик», значит, это был великий труд, великая книга. И вот этот «маджестик», он превратился в арабском переводе в Альмагест. И он собрал все астрономические знания, на тот момент актуальные, и добавил туда еще более подробное описание геоцентрической системы. Для того, чтобы геоцентрическая система работала хорошо, нужно было добавить туда математические формулы, нужно было добавить какие-то механизмы. Ну, вы знаете, что, например, планеты движутся по небесной сфере не строго в одну сторону, а вдруг совершают попятные движения какие-то, и их движение отличается от движений звезд. Вот чтобы описать все это движениями сфер, которые вращаются, одних сфер оказалось недостаточно. И пришлось вводить дополнительные какие-то элементы, которые утяжеляли вот эту красивую геоцентрическую систему мира, систему гармоничных сфер. Но для того, чтобы действительно делать какие-то предсказания, рассчитывать, пришлось дополнительно вводить новые элементы. Ну, эти новые элементы, вот я не буду здесь рассказывать в деталях, что это такое, это эпициклы, дифференты, кванты. Ну, на самом деле там, например, эпицикл, планета, она двигалась по сфере и вращалась вместе со сферой, но двигалась она еще по маленькой такой сфере, которая катилась по другой сфере, вот этот назывался эпицикл. Ну, в общем, система усложнялась, система усложнялась, но, тем не менее, оставались вот эти главные сферы концентрические, вокруг которые вращались, и вот это движение происходило. Ну, сюда же, значит, я добавил Фому Аквинского, известного теолога, богослова и так далее. Но и Фома Аквинский своим авторитетом способствовал утверждению системы Аристотеля и Птолемея в католической Европе, но и наличие вот такого божественного элемента, Бога в этой системе, на долгое время, на долгие годы, сделало геоцентрическую систему мира абсолютно канонической. Это был канон, канон, утвержденный церковью, и никаких других представлений о том, как устроен мир, церковь не допускала. Это была система Аристотеля, плюс какие-то добавления Птолемея, которые приходилось терпеть, и сами монахи, те, которые были способны к математике, прекрасно все рассчитывали, затмения и другие небесные явления. Но время шло, приблизилась эпоха Возрождения, приблизилось время, которое в исторической эпохе называется Новое время. И, конечно, вы все знаете вот эти имена, я тоже коротко перечислю, значит, была совершена фактически научная революция, которая поменяла полностью представление об устройстве мира. И первый шаг к этому был сделан Николаем Коперником, и Николай Коперник, он поменял представление. Теперь в центре мира оказалась не Земля, а Солнце. Но при этом, значит, да, и все, при этом остались сферы, то есть теперь все остальные небесные тела по-прежнему оставались на сферах, но только эти сферы теперь вращались не вокруг Земли, а вокруг Солнца. Ну и вот тут, здесь у меня написано, я сейчас сам посмотрел, написано, что еще и вращение вокруг оси. Ну, надо сказать, что этот вопрос, и вот то, что Земля вращается вокруг оси, и очень многие греки это понимали, и это было уже, да. Вот, но сохранялась у Коперника и вера в существование небесных сфер, и на самом деле он не отменял первый двигатель. Вообще тогда ученые, это были люди церкви, и Коперник, конечно, был церковным человеком, и тогда наукой занимались люди только в монастырях в основном, и если это не так, то ты чернокнижник, колдун, и, в общем, добром это могло не кончиться. Вот, Джордана Бруно, ну, мы все знаем, что Джордана Бруно, это человек, которого сожгли за его мысли. На самом деле, это был такой революционер-безбожник. Он, странно говорить про него безбожник, потому что он был монахом, конечно, монах-доминиканец, но при этом в голове у него было множество всяких мыслей, он был философ, он был пантеист, то есть он обожествлял весь мир. Вот, и для нас важно, что Джордана Бруно зародил вот такое представление. Во-первых, он говорил, что Вселенная бесконечна, а тогда это было совершенно, тем более, вот в каноне католической церкви, когда все было ограничено сферой звезд, вот весь мир ограничивался этим. А Джордана Бруно заговорил о том, что Вселенная бесконечна, что Вселенная состоит из множества миров, и эти миры обитаемы. Ну, это была полнейшая ересь, и на самом деле на то время он был просто абсолютным каким-то таким чудаком. Ну, плюс ко всему за ним водились и другие еретические мысли, например, монах-доминиканец сомневался в сущности Святой Троицы, в непорочном зачатии Девы Пречистой. То есть это был какой-то караул, конечно, его инквизиция судила, и он был сожжен, но его космологические представления были здесь не главными. Но, тем не менее, он посеял какие-то зерна у мыслящих людей. Тихо Браге. Тихо Браге – это человек, вот видите, астроном, астролог, алхимик эпохи Возрождения, то есть такой человек именно эпохи Возрождения, человек, который занимался много чем. Но для астрономии он сделал совершенно потрясающее дело. Он провел очень много и очень точные измерения, высокоточные астрономические наблюдения, движения планет и других небесных тел, создал таблицы очень точные. И при этом сам как раз он был совершенно находился в лоне представлений католической церкви, и он никаких еретических идей себе и мыслей не позволял, но он занимался точными наблюдениями. И эти наблюдения послужили основанием для следующего великого мыслителя – Иоганна Кеплера. Иоганн Кеплер совершил полнейшую революцию уже в астрономии. Почему? Потому что Иоганн Кеплер заменил круговые движения планет, движения планет, которые находятся на сферах, эллиптическими движениями. И на самом деле это действительно была революция, потому что потихонечку размывалось представление о таком гармоническом простом устройстве мира, что все у нас ограничивается сферами, что у нас есть простые законы. Иоганн Кеплер – это тот человек, который сделал вот такую революцию. Ну вот я коротко, первый закон Кеплера говорит нам о том, что у нас небесное тело, планета движется по эллипсу, и Солнце находится не в центре эллипса, а в фокусе эллипса. Второй закон Кеплера говорит нам о том, что за единицу времени площадь, которую заметает небесное тело, она постоянно. То есть за каждую единицу времени заметается одна и та же площадь, вот эта секториальная скорость, сектор, который мы видим, он одинаковой, площадь вот этих всех секторов, измеренных в один и тот же временной интервал, а одна и та же. Это еще немножечко разрушило вот эту замечательную красивую картину. То есть что это означает? Это означает, что небесное тело должно вот вблизи вот этой точки, которая называется перегелий, двигаться быстрее, нежели вот в этой точке, которая называется афелий. То есть оказывается и движение по орбите происходит неравномерно, с разными скоростями, не так, как это представлялось там в такой картине Пифагора. Ну и третий закон, это числовой закон, который, здесь я его не буду обсуждать, он выражает связь между периодом обращения и большой осью, полуосью эллипса. То есть связь между радиусом орбиты и периодом обращения. И это тоже послужило, но очень важно, потому что мы теперь можем, мы понимаем, почему вот этот закон говорит нам, что чем дальше, например, тело находится от Солнца, тем оно за более большое время совершает оборот вокруг Солнца. Вот, но хочу упомянуть еще два имени. Одно из этих имен – это Галилео Галилей. И тут выдающийся итальянский физик, тут они все выдающиеся. Но вот Галилео Галилей действительно выдающийся итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, активный сторонник гереоцентрической системы мира. Много сделавший для ее утверждения. Наверное, вы все знаете, если спросить, что вы знаете о Галилее, наверное, вы скажете, он говорил, а все-таки она вертится. Вот есть такой исторический анекдот. Этот анекдот неспроста появился, потому что Галилео Галилей издал труд, а тогда какую-то книгу издать – это было не так просто, надо было получить официальное разрешение церкви. Отдельную лекцию я сейчас увлекусь, я сам себя останавливаю, потому что почитайте о Галилее. Галилее – это удивительный человек, значит, он издал книгу, церковь сразу поняла. Он где-то получил в каком-то региональном отделении церкви, получил разрешение, опубликовал. Тут же стало понятно, что это еретическая книга, она была запрещена. Долго Галилея, значит, церковный суд его дело обсуждал. В конце концов, его приговорили к домашнему аресту, он уже был старый человек, но он еще прожил долгую жизнь, и будучи под домашним арестом, жестоким домашним арестом, он умудрился писать письма, значит, своим коллегам, и вот свои эти еретические мысли распространял как мог. И это послужило, видимо, я так думаю, вот к появлению этого анекдота, все-таки она вертится, потому что он полностью был сторонником гелиоцентрической системы мира. Ну, кроме того, про него можно много чего рассказывать, чего можно рассказывать, ну, в частности, Галилей был первым человеком, который наблюдал за небесными телами в телескоп. И в то время телескопы не продавались в супермаркетах, значит, он этот телескоп сделал своими руками, у него было семикратное увеличение, небольшое, но он в этот телескоп увидел совершенно удивительные вещи, которые полностью расходились с геоцентрической системой мира, в частности, он увидел фазы Венеры, то есть, так же, как и Луна, там Венера имеет фазы, он увидел спутники Юпитера, он увидел кольца Сатурна, ну, а если у Юпитера есть спутники, опять же, это нарушает вот эту вот гармоническую систему мира, что все вращается вокруг одного центра, например, вокруг Земли или вокруг Солнца, оказывается, и вокруг других планет есть свои какие-то спутники, вот, ну, мы видим, что геоцентрическая система мира, постепенно эти представления разрушались, и на смену им приходили представления о геоцентрической системе мира, и в центре мира находится Солнце, и уже космические тела вращаются вокруг Солнца. Ну, Христиан Гюгенс, значит, здесь он тоже помещен не зря, потому что стало понятно, а что же со звездами, я все говорю про планеты, а что со звездами? Ну, вот Гюгенс, он точно так же сделал телескоп, ну, вообще известно, что он оптик, здесь написано механик, физик, математик, астроном, изобретатель, он сделал усовершенствованный телескоп, уже более высокократного увеличения, и впервые Гюгенс оценил расстояние до Сириуса, и вот тогда стало понятно, что звезды, они очень далеко расположены, и это тоже, ну, вот эту картину, что все так вот где-то на сферах тут недалеко расположено, эту картину стало размывать. Ну, вот, это такой экскурс в историю, А теперь давайте, моя сегодняшняя задача, я хочу поговорить о структуре, как действительно устроена наша Вселенная, как действительно устроен космос. И мы, конечно, будем говорить не об атомах и молекулах, и не о наномасштабах, мы будем говорить о масштабах астрономических, ну, и начинать надо, говоря об астрономических масштабах, с Солнечной системы. Значит, Солнечная система и несколько таких вот фактов, с которыми я вас хочу познакомить. Солнце, это центральная, и надо заметить, единственная звезда в нашей системе, потому что есть системы, где не одна звезда. Вот, звезда главной последовательности спектрального класса G2V, желтый карлик. Я не буду расшифровывать, просто вот прочитайте это и живите с этой информацией. Ну, во-первых, в этой информации что хорошо? Главная последовательность. Наше Солнце находится на главной последовательности, есть такая классификация звезд. Главная последовательность означает, что наше Солнце не какая-то особенная звезда, она находится в классе таких обычных звезд, наиболее распространенных. Ну, слово желтый карлик, карлик не означает, что наша звезда очень маленькая. Опять же, она не маленькая, не большая, хотя есть звезды намного больше, чем Солнце. Но такая классификация. Есть белые, коричневые карлики, они гораздо меньше. Вот желтый карлик – это такая сравнительно небольшая звезда с спектром зелено-желтой области. Возраст – 4,5 миллиарда лет. Что интересно, давайте поговорим про массу Солнечной системы. Смотрите, масса Солнечной системы, ну, астрономы измеряют в массах Солнца. Масса Солнечной системы – это одна масса Солнца, два нуля и четырнадцать, то есть четырнадцать десятитысячных. Если считать, что единичка приходится на Солнце, то на все остальное приходится четырнадцать десятитысячных единиц. На все остальное. Это на что остальное? На все планеты, на астероиды, на кометы, на космическую пыль и так далее. Мы с вами видим, что Солнечная система, ее масса заключена в основном в Солнце. Ну, масса Солнца здесь вот дана в килограммах, и то же самое мы видим, что вот это почти сто процентов – это масса Солнца заключена, почти сто процентов заключена в массе Солнца. Значит, оставшиеся планеты, составляя, вот входит сюда, ну, из оставшейся массы, в основном масса вся находится в больших планетах – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вот девяносто девять процентов того, что осталось, вот этот маленький кусочек, находится в этих четырех больших планетах. Дальше что про Солнечную систему? Ну, конечно, если вы знаете это хорошо, вспомните. Если не знаете, тем более, значит, хорошо бы перечислить, как планеты расположены. Ну, вот у нас есть восемь планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – в том порядке, как они по расстоянию от Солнца расположены. Про эту картинку можно сказать, что размеры планет здесь даны в масштабе, то есть вот это в том масштабе, как они действительно соотносятся друг с другом. Ну, конечно, расстояние от Солнца, они здесь не в этом масштабе. Вот, здесь есть еще что-то, здесь есть еще что-то, но я об этом лучше поговорю на следующих слайдах. То есть есть еще у нас вот здесь Церера показано, Плутон, Хаумея, Макимаки, Эрида там, ну, о этом мы дальше поговорим. Для того, чтобы нам с вами дальше разговаривать, надо как-то понять, как расстояния измеряются, как расстояния измеряются в астрономии. Ну, в масштабах звездных систем расстояние удобно измерять в астрономических единицах, и астрономическая единица – это вот что такое, это размер большой полуоси эллипса, эллиптической орбиты, по которой вращается Земля. То есть это, можно сказать, среднее расстояние от Земли до Солнца. Ну, еще раз повторю, перигелий – это точка орбиты, где Земля или какая-то другая планета ближе всего к Солнцу находится, а феллий – это точка, где планета находится дальше всего от Солнца. Ну, и вот астрономическая единица – это вот такой отрезок, вот такое расстояние. Ну, и вы видите, что, значит, здесь вот 149 миллионов километров, ну, 150 там, допустим. Здесь, я думаю, что мы не будем запоминать. Ну, я могу сказать, что вот здесь вот примерно 152 миллиона, здесь вот тоже под 149, ближе 148 там с чем-то. То есть вот так. И не знаю, как вам, мне эти цифры мало что говорят, я просто как в математике их воспринимаю. Вот. Ну, вот теперь давайте поговорим, значит, не только о планетах, а что еще есть в Солнечной системе, и что, из чего она состоит. Ну, вот смотрите. Во-первых, Солнечную систему разделяют на области, область, которая называется внутренняя область Солнечной системы или область планет земного типа. И как раз, собственно, вот 4 планеты, 4 планеты составляют вот эту внутреннюю область Меркурий, Венера, Земля, Марс. Дальше идет пояс, который называется поясом астероидов. И пояс астероидов состоит из миллионов, ну, порядка больше миллиона различных объектов, которые уже не являются планетами. Вообще, что такое планета, как она классифицируется? Ну, планета, опять же, просто в рамках лекции все рассказать невозможно, но вот если говорить коротко, планета – это небесное тело, которое имеет сферическую форму. То есть за счет сил гравитации она собирается и приобретает сферическую форму. Так вот, астероиды – это небольшие небольшие объекты, которые не имеют сферической формы, ну и кроме того, видите, они вот вращаются все по каким-то таким орбитам очень близким. Вот. Ну и на этом заканчивается внутренняя область Солнечной системы вот этим поясом астероидов. Ну, вот там Церера была на предыдущем слайде. Вот это вот один из крупных астероидов, который даже, может быть, можно назвать карликовой планетой. Вот. Ну и начинается внешняя область Солнечной системы. Здесь вот есть одна орбита. Это орбита Юпитера. Здесь орбиты приведены тоже уже в масштабе. То есть вот эти расстояния, которые здесь мы видим, относительные, они соответствуют реальному масштабу. Но только надо измерять это все в астрономических единицах. Вот. Ну и вот если мы возьмем вот этот квадратик и вот здесь его нарисуем, то вот видите, вот это квадратик, который заключает внутреннюю область, а это внешнюю область. И внешнюю область включает в себя орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вот. Это еще четыре планеты. Значит, эти четыре планеты, если планеты внутренней области называются планетами земного типа, представляют собой планеты, ну, мы с вами прекрасно знаем, что это твердые планеты, да, планеты, у которых примерно одинаковая структура, плюс-минус какие-то там отличия, то есть всегда есть ядро, железное ядро или железно-никельное ядро, есть мантия силикатная, которая состоит из силикатов, и есть тонкая кора, ну, тонкая как, несколько десятков километров, это тонкая кора. Вот мы живем на тонкой коре, силикатная мантия дает нам, приводит к вулканической деятельности и так далее. Вот планеты земного типа, они как раз именно такого типа. Ну, другое дело, что там, допустим, у Меркурия коры почти нет. Так вот, планеты, которые находятся во внешней области Солнечной системы, они совсем другие. Эти планеты называются газовыми гигантами, и они действительно являются газовыми планетами. Например, Юпитер состоит из основные его составляющие, это водород и гелий. Вот Юпитер состоит из водорода и гелия. То же самое Сатурн. Ну, там плюс добавляются в небольшом количестве другие элементы, например, метан или аммиак. Но практически нету никаких более тяжелых элементов. Ну и кроме того, планеты, которые находятся еще дальше, это вот Уран и Нептун, это планеты, которые называют еще ледяными гигантами, потому что там на самом деле есть большее количество вот таких вот газов типа метана или аммиака. И поэтому эти газы там не в газообразном состоянии, а в виде льда. И там ледяные такие. Поэтому эти планеты называют ледяными гигантами. Ну вот, на каком расстоянии, если, смотрите, Земля, так это получается раз, два, три, вот зеленая орбита, это Земля, здесь она вот даже и не видна, и радиус этой орбиты одна астрономическая единица, то, ну, о каких расстояниях мы можем говорить здесь? Вот радиус орбиты Нептуна ну, примерно 30 астрономических единиц. То есть это в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Вот, то есть вот этот радиус Нептуна, радиус этой орбиты, это 30 астрономических единиц. Но если одна астрономическая единица это 150 миллионов километров, умножьте на 30, получите сколько это миллионов километров. Что дальше? Солнечная система на этом не заканчивается. Дальше идет пояс Койпера. И пояс Койпера состоит также из различных уже сравнительно небольших небесных тел. И считается, что именно оттуда прилетают прилетают кометы. Ну, этих небесных тел очень много. Ну, и вот среди этих небесных тел находится в частности Плутон, который до недавнего времени тоже считали планетой. Но потом вычеркнули из списка вот этого благородного списка планет. Почему? Потому что он не маленький. Он не маленький, он больше Юпитера. Но по классификации планета должна очистить вокруг себя космическое пространство. То есть, планета летит, она окружена спутниками, вот, и ничего. А здесь Плутон летит по одной орбите, и рядом с ним летят другие части вот этого пояса Койпера всевозможные. Ну, и кроме того, кроме Плутона тут есть еще такие планеты, вот, которые причисляют к карликовым планетам, и Плутон не самый большой. Просто он был первой планетой, которые были открыты вот в ряде в числе вот этих карликовых планет. Вот. Ну, и это еще не все, и это еще не все, потому что смотрите, вот, считается, что, ну, не считается, а вот, если мы этот квадратик теперь сюда переместим, вот он, этот квадратик. А, нет, подождите, сюда надо, сюда переместим. Вот этот квадратик, да, вот этот квадратик, ну, и сейчас уже можно с уверенностью сказать, что вот есть планета, точно ее данные неизвестны. Ну, похоже, эта планета достаточно большая, как карликовые планеты, как Плутон и другие планеты, но она обладает очень большим, про кривые второго порядка, про эллипс говорят, эксцентриситетом, то есть орбита очень сильно вытянута этой планеты, и она, видите, очень-очень далеко, но там порядка тысячи, порядка уже тысячи астрономических единиц, она удаляется от Солнца. Ну и это еще не все, потому что предполагается, что есть гипотетическое такое облако, еще одно облако, которое моделируется, и вот во время формирования Солнечной системы часть вещества было вытолкнуто уже далеко от Солнца и сформировало облако таких частиц, каких-то элементов, возможно, там есть и большие планеты, но это уже очень далеко, и поэтому для астрономов пока там не так много информации. Вот, а прежде чем переходить к следующему слайду, я все-таки скажу, что что же такое граница Солнечной системы, где заканчивается граница Солнечной системы. Ну, есть как минимум два определения. Одно определение такое, вот Солнце является источником солнечного ветра. Это заряженные частицы, плазма, которую Солнце спускает. Солнечный ветер летит по космическому пространству. Космическое пространство для солнечного ветра, ну, можно сказать, пустота, но все-таки это не пустота, потому что космическое пространство заполнено космическим веществом, и солнечный ветер рассеивается при удалении от Солнца, плотность его уменьшается, и в какой-то момент давление солнечного ветра сравнивается с давлением космической среды, которая окружает Солнечную систему. Вот эту точку называют гелиопаузой, вот эта сфера, которая получается за счет такого движения солнечного ветра, называют гелиосферой, и вот гелиосферу иногда и, ну, считают границей Солнечной системы. По-другому, еще границей Солнечной системы называют точку, где гравитация Солнца сравнивается с гравитацией там ближних звезд, например. Ну, это уже деталек, в которые я вникать не буду. Ну и размеры, размеры уже несколько, ну, тысячи как раз астрономических единиц, несколько тысяч астрономических единиц. Теперь закончили мы Солнечной системой, и мы считаем, что вот Солнечная система — это типичный пример звездных систем, которые заполняют космическое пространство. И как звезды заполняют космическое пространство? Ну, звезды заполняют космическое пространство вот так, как показано на этом рисунке. Здесь показано ближайшее звездное окружение Солнечной системы. Солнечная система — вот она, а это ближайшее звездное окружение Солнечной системы. Ну и среди звезд ближайших, например, есть такая звезда яркая, как Сириус, да, это там А и Б, тут на самом деле двойная система. Вот. Ну и какие-то другие звезды, которые хорошо известны астрономам. А на какую звезду я бы хотел ваше внимание обратить, это звезда, вот видите, вот здесь вот есть, на рисунке видно, что здесь три звезды — это система Центавра. Значит, здесь на самом деле Альфа Центавра А, Альфа Центавра Б — это тройная звездная система, и есть еще Альфа Центавра С, которую по-другому называют еще Проксима Центавра, и расстояние вот эти звезды — это звездная система, ближайшая звездная система к Солнцу, и расстояние между этими звездами, между Солнцем и этой звездой Проксимой Центавра, ну, эта система на самом звезд вращается, и поэтому сейчас вот одна из звезд ближе всего к Солнцу, но спустя какое-то время там, они повернутся, другая звезда будет ближе к Солнцу, но сейчас это Проксима Центавра, и расстояние, ну, примерно четыре световых года, точнее, 4,3 световых года, то есть это расстояние, которое требуется свету, чтобы пролететь от одной звезды к другой. Ну, на самом деле, расстояние между звездами вот на этом рисунке, ну, а можно сказать, что они примерно одинаковые, в среднем это расстояние как раз вот несколько световых лет, то есть, чтобы от звезды к звезде перелететь нужно несколько световых лет а вся картинка вот видите здесь 40 световых лет это вся вся вот эта область ну и вот дальше я буду двигаться именно таким образом давайте мы будем каждый раз увеличивать масштаб что что дальше давайте да вот я здесь оказывается у меня еще тут слайд один был значит здесь у меня написано что альфа центавра ближайшая звезда ну и вот это 200 тысяч астрономических единиц до 43 световые года это 200 тысяч астрономических единиц но если считать что размер солнечной системы там допустим 1000 астрономических единиц то допускать 2000 да то есть скоба сколько раз будет в сто раз сто раз дальше да то есть размер солнечной системы а звезда находится ближайше в сто раз дальше на самом деле не так уж далеко если вот такими масштабами мыслить то не так уж далеко близко вот ну теперь давайте посмотрим а что дальше что дальше и как вообще звезды заполняет солнечное пространство вот здесь на этом слайде на этом рисунке звезды заполняют солнечное пространство ну достаточно равномерно да если мы смотрим но как-то они так равномерно расположены если я задамся вопросом а остальные звезды они также вот равномерно заполняется космическое пространство. Ответ вы знаете, конечно. Сейчас уже люди с современным образованием этот ответ знают, что нет. Звезды образуют новые структуры. Эти структуры называются галактики. Ну и галактика, в которой находится солнечная система, называется Млечный Путь, Милки-Вэй. И здесь художественное изображение этой галактики. Значит, это изображение говорит нам о том, что галактика спиральная. Ну вот давайте мы поговорим, что такое галактика Млечный Путь. Теперь мы перейдем от звезд, перейдем к галактикам. Значит, диаметр галактики от края до края, примерно 100 тысяч световых лет в составе сотни миллиардов звезд, то есть от 200 до 400 миллиардов звезд в составе галактики. Солнце от центра галактики отдалено на 27 тысяч световых лет. Ну вот смотрите, если диаметр 100 тысяч световых лет, то радиус 50, скажем, да, и 27 тысяч световых лет, это означает, что где-то вот посередине от центра галактики к краю галактики находится солнечная система. Солнечная система вращается вместе со всей галактикой вокруг центра, ну и вот скорость, которая вращается 230 километров в секунду, и вся галактика совершает полный оборот за 235 миллионов лет. Ну, здесь есть еще вот вес. Ну, я сам его привел, потому что мне это любопытно, но я с трудом понимаю вообще, как можно себе представить себе полтора триллиона солнечных масс. Ну, по крайней мере, если поделить полтора триллиона солнечных масс на, допустим, 200 миллиардов звезд, можно получить, сколько в среднем весит каждая звезда в галактике. Что еще про галактику можно сказать? Галактика, Млечный Путь, это типичная галактика спирального типа, ну, здесь еще есть такая вот перемычка. И спиральная, да, ну, во-первых, спиральная галактика представляет собой диск, и если вот мы говорили, что диаметр этого диска 100 тысяч световых лет, то толщина этого диска в 100 раз меньше, в 100 раз меньше, то есть тысячи световых лет. То есть диск, я пытался представить себе, что, как это представить, и мне студенты как раз подсказали. Возьмите компакт-диск, его диаметр, ну, примерно с 10 сантиметров, толщина миллиметр. Вот галактика, это вот такой плоский объект, блин такой, который, значит, находится в космическом пространстве. Как возникли такие структуры во Вселенной? Это отдельный вопрос, и в этой лекции мы этого вопроса касаться не будем, но понятно, чтобы такие структуры возникли, необходимо, наверное, вращение, да, эти структуры должны вращаться. Вот, ну, вот здесь показано, что мы находимся здесь, и наше местоположение это рукав Ориона, то есть имеется несколько рукавов у галактики, но вот на следующем слайде это показано так по немножечко более внятно. Астрономы выделяют пять рукавов, они здесь перечислены, и наша Солнечная система находится именно в рукаве Ориона. И звезды, которые мы видим невооруженным глазом, звезды, которые мы видим на небе, это звезды, ну, все звезды вот из рукава Ориона. То есть мы далеко очень не видим невооруженным глазом, конечно. Вот. То есть вот мы смотрим на небо, это все звезды только из одной части галактики, а именно из рукава Ориона. Что еще про галактику можно сказать? Ну, про галактику, Млечный Путь можно много чего говорить. Ну, вот, можно в частности сказать следующее, что галактика, хотя она, как только что мы говорили, вот такая плоская, представляет собой такой очень тонкий диск, но на самом деле галактика окружена ГАЛО. Это ГАЛО состоит из разного вещества, ну, в том числе и из темной материи. В этом ГАЛО имеются спутники галактики. Спутники галактики – это небольшие шаровые звездные скопления. Их много. Значит, в центре галактики есть такое уплотнение, то есть там, конечно, число звезд намного больше, чем в рукавах галактики. Это уплотнение называется БАЛЧ. Ну, и вот видите, вот здесь написано, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Сегодня я не планирую о черных дырах рассказывать, но давайте проанонсирую следующую лекцию, которая когда-нибудь состоится, и там мы поговорим и о черных дырах, и кротовых норах, и так далее, и про темную материю, и про темную энергию. Сегодня я хочу просто вот рассказать об общем устройстве. Могу только сказать, что сверхмассивная черная дыра. Сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, потому что по современным представлениям практически в каждой галактике есть сверхмассивная черная дыра. Так вот, вес сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути – 4,3 миллиона солнечных масс. То есть это вот такое очень тяжелое образование, но при этом черная дыра имеет так называемый горизонт событий. Этот горизонт событий как раз порядка 30 астрономических единиц, то есть такая черная дыра, которая достигает орбиты Нептуна, но при этом заключает в себе почти больше чем 4 миллиона солнечных масс. То есть если у нас вся Солнечная система весит как одно Солнце, то вот здесь в рамках Солнечной системы заключено больше чем 4 миллиона Солнца по массе. Вот так устроена наша галактика и так устроены очень многие галактики типовые, типичные галактики, спиральные. Значит, недалеко от нашей галактики имеются другие галактики. И в частности это галактика Андромеды, вот которая вот у нас Млечный путь. Ну, Млечный путь, собственно говоря, это и есть вот рукав галактики Млечный путь, который мы видим, да, вот этот диск. И вот в стороне от Млечного пути находится галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом, но не мне. Я вооружен, но не тем прибором, у меня очки, но у кого зоркое зрение, ночью вы ходите в какое-нибудь темное место и можете увидеть галактику. Ну, есть еще одна галактика, не такая яркая, галактика Треугольника, Треугольник, вот она тоже находится. Значит, это соседи Млечного пути. Галактика Андромеды больше галактики Млечный путь в полтора раза. И вот теперь следующая, значит, картинка. Давайте поговорим, галактика Млечный путь, она одна во Вселенной или нет? Нет. Еще в конце 19 века, да даже в начале 20 века, да, даже в начале 20 века, под словом галактика, слово галактика и слово Вселенная, весь мир, это были слова-синонимы. То есть, когда говорили галактика, подразумевали, что это вот вся Вселенная, она и есть галактика. Но в начале 20 века стало понятно, что есть звезды, которые находятся очень далеко. Это сначала называли звездные острова, потом стало ясно, что это отдельные галактики. И в начале 20 века появилась галактическая астрономия, то есть, появились методы, когда люди стали уже наблюдать галактики, научились измерять расстояние до галактик, другие параметры галактик. Ну и пошли открытия и опять представления о том, как устроена наша Вселенная, как устроен космос, стали меняться, потому что оказалось, что помимо нашей галактики есть множество других галактик. Ну и вот такой же вопрос. Давайте посмотрим, как галактики расположены в космическом пространстве. Они заполняют космическое пространство каким-то образом. И вот здесь 4 миллиона световых лет масштаб. И в этой области, во-первых, находится Млечный путь, находится галактика Андромеды, которая здесь поменьше выглядит, чем Млечный путь. Но она, еще раз повторяю, в полтора раза больше. Галактика-треугольник и более мелкие галактики также находятся в окрестности Млечного пути. Значит, эта окрестность так и называется, местная группа галактик. Это название неспроста, потому что эта местная группа галактик выделяется по отношению еще к другим галактикам, которые заполняют космическое пространство. Почему? Потому что вся эта местная группа галактик, она связана с гравитационным взаимодействием. Имеется общий центр масс, и вся эта группа галактик движется по космическому пространству как единое целое. Вот центр масс этой группы движется по космическому пространству, и вокруг этого центра масс происходит движение всех других галактик. И такое скопление галактик называется местная группа галактик. Для развлечения должен сказать, что галактика Андромеды и галактика Млечный путь это самые большие представители, они взаимодействуют. И на самом деле они взаимодействуют так, что они сближаются. И через несколько миллиардов лет произойдет столкновение. То есть на самом деле астрономы уже есть такие представления, что вот уже есть какие-то такие звездные... Ну, одна галактика стягивает вещество из другой галактики, и уже, так сказать, они воруют друг у друга вещество. И типа моста, который уже там связывает, уже он виден. Если присмотреться, то есть на самом деле взаимодействие. Ну, столкновение галактик это, во-первых, не скоро. До конца лекции это не произойдет. Во-вторых, что такое столкновение галактик? Это на самом деле я представляю обычно как два роя комаров, которые объединяются в один рой. И там комары, конечно, лоб в лоб не сталкиваются, а просто образуется новая такая гравитационно связанная структура. Ну и следующий вопрос такой же, вопрос, какой мы задавали про звезды. А как галактики заполняют космическое пространство? И галактики заполняют космическое пространство неравномерно. То есть опять это не размазано все по космическому пространству совершенно равномерно. А галактики образуют новые структуры, которые называются сверхскопления. Ну и вот тут есть характеристика сверхскопления, давайте я его покажу. Значит, сверхскопление, так же как местное скопление галактик, сверхскопление представляет собой группу галактик, группу скоплений, связанных гравитационным образом. И они движутся по космическому пространству как единое целое. Ну и сверхскопления состоят из других местных скоплений. И сверхскопление Дева названо по названию вот самого большого скопления. Вот здесь Виргокластер. Это самое большое скопление в этом сверхскоплении. Ну и еще тут стоит отметить, что все другие скопления, которые образуют сверхскопления, они так же как звезды в галактиках формируют диск. Вот на самом деле по космическим масштабам все сверхскопления расположены практически в одной плоскости. И толщина этой плоскости всего лишь 10 миллионов световых лет. Ну вы видите, значит, размер вот этот 200 миллионов световых лет, а толщина вот этого диска, который образован скоплениями галактик, 10 миллионов световых лет. Ну и здесь вот это сверхскопление, здесь 100 групп скоплений группы скоплений галактик, там 30 тысяч галактик и 10-15 масс Солнца составляет вот это сверхскопление. Что дальше? Если мы пойдем дальше, то мы увидим, что вот эта структура каждый раз воспроизводится в космическом пространстве. Дальше мы видим, что сверхскопления девы входят в комплекс других сверхскоплений. Каждое из сверхскоплений как-то независимо друг от друга двигается по космическому пространству, но все вместе они двигаются как единое целое, и этот комплекс сверхскоплений уже на порядок больше. Сверхскопление девы, тут уже 100 тысяч галактик, там было, напоминаю, 10-15, здесь в 100 раз больше, то есть здесь 17-й масс Солнца, вот вещество, которое заполняет вот это сверхскопление. Масштаб этого сверхскопления там было 200 миллионов световых лет, здесь уже больше, чем в два раза, 520 миллионов световых лет. Ну и этот комплекс сверхскоплений имеет вот такое красивое название «Луниакия». Есть еще одна картинка, которая иллюстрирует вот этот комплекс сверхскоплений. И эта картинка иллюстрирует еще и структуру, которая образует звезды, галактики, скопления, сверхскопления галактик в космическом пространстве. Значит, если мы рассмотрим сверхскопление «Луниакия» и нарисуем для каждой галактики в этом сверхскоплении вектор скорости, то есть покажем стрелочку, куда движется эта галактика, каждая галактика в космическом пространстве, то вдруг образуется, ну вот здесь вот таким желтоватым цветом показано сверхскопление «Луниакия», а вот это вот другие сверхскопления, которые рядом с «Луниакией», и у них свои какие-то центры притяжения, а вот если мы говорим о сверхскоплении «Луниакия», то обнаружился удивительный факт, что галактики в этом сверхскоплении скорости, с которыми галактики движутся по космическому пространству, каким-то образом между собой связаны, коррелированы, и мы видим, что галактики движутся не просто хаотично, они движутся в каком-то направлении, значит, вот они все как бы со временем, конечно, это картинка такая компьютерное моделирование, вот они при своем движении сгущаются, вот здесь уже есть более густое количество, большее число галактик, и все они движутся вот куда-то сюда, и вот эти галактики тоже движутся сюда, и вот эта точка, к которой стремятся все галактики, эта точка имеет отдельное название, и называется она так красиво «Великий аттрактор», значит, эта точка в космическом пространстве, почему-то, так сказать, вот все галактики совершают такое величественное движение вот к великому аттрактору, но аттрактор можно перевести как притягиватель, вот совершенно такая необычная структура, ну, конечно, эта структура была обнаружена после того, как астрономы как раз занимаются тем, что составляют карты, в том числе и карты скоростей галактик, которые заполняют космическое пространство. Ну, и вот здесь вот сверхскопление Девы, в этом сверхскопление Ланиакея, оно вот находится вот здесь, вот в этой точке, то есть мы еще от Великого аттрактора очень и очень далеко. Ну, и мы продолжаем увеличивать масштабы, до тех пор, пока это мы можем делать. Ну, если говорить честно, то астрономы и ученые пока могут наблюдать. Значит, вот здесь уже показаны какие-то другие сверхскопления. Давайте перейдем на масштаб больший, и когда же закончится или никогда не закончится вот это появление новых структур? И вообще, что происходит на следующем масштабе? Ну, значит, на следующем масштабе я уже показываю видимую Вселенную. Ну, и видимая Вселенная, иногда ее называют метагалактика. Значит, видимая Вселенная, вот масштаб того, чего мы видим сейчас. 186 миллиардов световых лет. И возраст, да, видимая Вселенная содержит более чем 500 миллиардов галактик. Возраст вот этой структуры, возраст Вселенной, иначе говоря, 13,8 миллиардов лет, почти 14. Ну, размер 93 миллиарда световых лет. Радиус, да, размер вот такой. Ну, вы можете спросить, а почему возраст вот такой, а размер вот такой? Ну, во-первых, здесь именно 13 миллиардов лет, а здесь все-таки размер миллиардов световых лет. То есть, хотя здесь тоже мы говорим о годах, но световой год – это единица расстояния, да, это единица расстояния. Ну, и кроме того, сегодня мы об этом не говорим, но кроме того, мы должны помнить, если вы этого не знаете, то я скажу, что вот эта вся структура, вот эта вся структура, она расширяется как единое целое. Значит, Вселенная на самом деле не является статической, не является стационарной, не является неизменной. Вселенная расширяется. То есть, каждый момент времени Вселенная расширяется так, что галактики разбегаются друг от друга, так что за 13 миллиардов, за 14 миллиардов лет Вселенная расширилась, и ее размеры, конечно, увеличились. Ну, вот тут показано сверхскопление галактик, ланиакеев, про которые мы говорили, ну и галактики как-то заполняют, во всяком случае, эту картинку, как-то заполняют космическое пространство. И вот здесь уже может у вас возникнуть вопрос. Каждый раз я вам показывал картинку, где возникала какая-то структура, да, сверхскопление, там еще что-то. А что на размерах всей Вселенной? Возникает ли какая-то структура или нет? Ну, я вам могу сказать, что по современным представлениям уже новых структур не возникает. И Вселенная считается, что вот все точки пространства одинаковые. То есть, если мы возьмем единицу объема, в космическом пространстве число галактик будет одинаково в любой точке. То есть, картина везде, везде, везде в каждой точке Вселенной будет одинаковая. Но все-таки давайте посмотрим и другую картинку. Давайте вот мы поговорим как раз о крупномасштабной структуре уже Вселенной. Мы поговорим про крупномасштабную структуру Вселенной. Если на этой картинке просто какое-то представление у художника показано, то эта картинка – это вот так называемая крупномасштабная структура. Ну, это какая-то карта галактических позиций, значит, мест. И каждая точка – это галактика, которая отмечена на этой плоскости в галактических координатах. Ну, вот давайте у вас, может, зрение получше. Вот здесь видите, здесь сколько миллиардов световых лет. Ну, вот две тысячи, две тысячи пятьсот миллиардов световых лет. То есть, вот на таких масштабах получена какая-то карта распределения галактик. Во всяком случае, вот на этой плоскости. И, ну, действительно, смотрите, что мы видим и что в действительности наблюдают и классифицируют астрономы. Мы видим, что можно, конечно, сказать, что галактики распределены равномерно по всему космическому пространству. Но в то же время мы видим, что здесь возникают и другие структуры. Например, вот эта структура, видите, как бы галактики выстроились в какую-то стенку. Тут почему-то они сгущение. Ну, вот это называется, видите, Великая стена. Только не китайская стена, а вот такая галактическая стена. Но, помимо, раз есть места, где галактики сгущаются, значит, есть места, где, наоборот, космическое пространство разреженное. Ну, и вот, например, недалеко от нас находится такая пустота, которая, ну, астрономы эти пустоты называют войдз. Значит, пустоты, собственно говоря, в переводе. И вот таким вот образом мы можем говорить про каждую часть этой картинки. Ну, более того, вот видите, тут Великая стена, а здесь есть еще Sloan Great Wall. Значит, это совсем такая большая структура, которая занимает уже тысячи, ну, миллиард световых лет. Большая структура. И поэтому говорить о том, что галактики и скопление галактик равномерно заполняют пространство, ну, тут еще это очень спорно. Надо проводить дополнительные исследования, потому что мы видим вот такие структуры, которые имеют масштабы, сравнимые с масштабами всей Вселенной. И, ну, вот видите, если перевести на русский язык, то вот эта карта показывает экстремально, чрезвычайно большие структуры, супер-кластеры вот наподобие вот этих стен и супер-пустоты на масштабах миллионов световых лет. То есть все-таки Вселенная имеет такую крупномасштабную структуру. И почему такая структура возникла, это требует отдельного объяснения. Ну и на более крупных масштабах вот ту же самую картинку я показываю на более крупных масштабах. Вот видите здесь, значит, миллиарды световых лет. Это примерно такая же картинка, ну, просто это вот конус наблюдения. И тут синенькие точечки, это также отдельные галактики. Ну и здесь можно увидеть те же самые стены, можно увидеть какие-то структуры типа нитей, можно увидеть пустоты. Вот. Количество галактик здесь меньше только потому что, ну, во-первых, их действительно меньше. Во-вторых, наблюдений меньше. То есть это все-таки данные наблюдений. Ну и вот это художественное представление о том, как галактики заполняют космическое пространство во Вселенной. Ну и мы видим что-то вроде такого дыма, да. Вот. Или я привожу другой пример. Если мы возьмем губку, ножом ее так разрежем, то мы увидим вот такое. Если мы присмотримся поближе, то мы увидим как раз и пустоты в этой губке, и стены, стенки этих пузырьков, и узлы, которые образуются на пересечении этих стенок, да. Ну, вот такая структура, вот такая структура как раз и предполагается, что, согласно современным всем наблюдениям, предполагается, что Вселенная в целом вот имеет такую структуру. А что это означает? Это означает, что несмотря на то, что здесь есть какие-то неоднородности, на больших масштабах, если я возьму уже такой большой ящик размером с очень большими космологическими расстояниями, там сотни мегапарсек, то количество галактик в объеме в среднем будет одинаковое. Это означает, что вся Вселенная у нас однородная, и во всех местах число галактик примерно одинаковое. Но это представление вот на сегодняшний день, хотя и сейчас продолжаются дискуссии, что вот как возникли вот такие структуры, значит, вот эти стенки, и, может быть, усреднение все-таки не работает, и, может быть, если мы пойдем дальше, мы увидим, что опять возникают новые какие-то масштабы, что у нас Вселенная не является однородной или изотропной. Но, так или иначе, на сегодняшний день представление о Вселенной именно вот такое, что если мы возьмем очень большие масштабы, то Вселенная у нас равномерно заполнена галактиками. Ну, если мы возьмем вот эту губку, про которую я сказал, и так далеко ее от себя оставим, она будет нам казаться однородной и одинаковой. То есть, в этом смысле Вселенная у нас однородная и абсолютно одинаковая во всех точках. Ну, наверное, на этом я обзор того, как устроена Вселенная в целом, закончу. Ну, и закончу фразой, знаменитой фразой Эммануэла Канта, что две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Ну, про звездное небо мы поговорили, а моральный закон, так сказать, подумайте об этом сами. На этом я заканчиваю. Спасибо. Аплодисменты